Эдуард Басурин, советский замполит по образованию, имеющий в оккупационной администрации Донецка неофициальный статус, ее пресс-секретаря и оракула, опять изрек 25 декабря. Армия Украины готовит грандиозную химическую атаку и хочет ею убить 70 тысяч человек. Для этого якобы на станцию Красногоровка возле Донецка пришел эшелон с синими бочками с токсичным веществом, а его вагоны разгружали бойцы ВСУ, одетые в химзащиту. С Басурином все ясно, наступление ВСУ третье из обещанных им ни 24, ни 25 декабря опять не состоялось. Впрочем, как и коммунизм в виде земного рая не наступил в СССР, Китае, Камбодже и далее по алфавиту. Поэтому ясновидцу Хаки надо снова что-то предсказать, чтобы фуражка не упала. Ему проще, чем астрологам, не надо рассказывать в чьем доме Венера. Достаточно сослаться на данные разведки. Химические прорицания Басурина не стоили бы внимания, если бы их не разгоняли МИД РФ и ее центральные СМИ. Но они это настойчиво делают с 5 декабря, когда М. Захарова от имени МИД впервые заявила о предстоящем наступлении ВСУ, которая будет сопровождаться химической атакой. Источник знаний Захарова и МИД – их человек в Донецке, Басурин. А у того – данные разведки. После этого новые прорицания Басурина о наступлении стали неизменно сопровождаться видениями химатаки. Медиум Басурин явно получил команду от Москвы видеть химатаку при каждом своем сеансе вызова духа разведки. Возникает вопрос – как эту химатаку видит сама Москва, зачем она ей нужна и когда? Москва решила ничего нового не изобретать, а повторить свой одесский сценарий с химатакой руками коммунистов в Доме профсоюзов и обвинить в ней Украину и лично Порошенко. Обычная схема КГБ-ФСБ – совершаем преступление, приписываем его противнику и пытаемся это продать в эфире. Главное – рассказывать об этом эмоционально, на высоких тонах, с выпученными глазами и без запинки, и побольше постановочных кадров с толстыми дамами, изображающими беременных и дающими интервью после своей смерти. Технология понятна, как и цель – не допустить избрания Порошенко на второй срок. В Кремле реально боятся, что Порошенко изберут президентом, и тогда для них точно все пропало. «Украина – не Россия, где выборы предсказуемы, а сюрприза в виде Порошенко кремлевские очень не хотят. Поэтому их политтехнологи в десятый раз стремятся загнать выборы в Украине в парадигму «Ястреб Порошенко против белых и сизых голубей и голубок». Тезис Москвы. В Украине все кандидаты договороспособны и хотят мира, кроме одного Порошенко, жаждущего крови и войны». Причин усиленной активации этого тезиса две – сами выборы и то грустное для Кремля обстоятельство, что Порошенко и международная антипутинская коалиция все туже сжимают кольца анаконды. Если уже оптимист Сергей Кургинян 15 декабря публично заявил, что план «Анаконда» – это не украинско-американский миф, и ее кольца все более ощутимо сжимают РФ, то таки да – не миф. Падения цены нефти посреди зимы на 15 декабря еще не было, и Кургинян его не предвидел. Но в других местах сжатие колец вполне правильно ощущал. Ни один Кургинян там такой чувствительный, судя по тому, как в особо патриотичных и близких к Кремлю кругах Москвы неожиданно стали осенью резко ругать Путина и власть. До осени патриотичные круги себе такого не позволяли. От этого у административной российской глубинки, что называется, ля запало. Глубинка пытается осмыслить и угадать, к чему бы все это. Собственно, на этот немой вопрос и ответил Кургинян. План «Анаконда» действует и сразу стал давать метафизические советы, что делать. Самое лучшее, по его мнению, плотно подружиться с Германией. Для закладки такого фундамента Кургинян гневно осудил политику деноцификации, которую в ФРГ проводили США. Если не получится, то уходить во вторкию и строить российскую стену, как копию Великой Китайской стены. Выборы в Украине – это своеобразный последний спасательный круг для Кремля. Если он их проиграет, то тогда действительно, прощай, немытая Россия, тебя удавит и съест «Анаконда». Можно даже сказать, что судьба РФ будет в этом году решаться на выборах в Украине. Если переизберут Порошенко и осенью на парламентских выборах победит партия сопротивления, а не договороспособная партия капитуляции, то «Анаконда» пропустит РФ через желудок и выдаст на выходе порциями разные субъекты этой, так сказать, федерации, которые будут жить своей отдельной жизнью. Этот процесс можно назвать деноцификацией, раз уж Кургинян так, кстати, вспомнил о ней. Поэтому неудивительно, что Кремль сейчас бросает все силы на украинские выборы и готов отдать все лучшее детям Украины. В частности, уже внес весь АПА-блок и иже с ним в почетный список враги России. Скоро там будет митрополит Ануфри, которому патриарх Гундяев выпишет персональную анафему, а все УПЦ-МП исключат из стройных рядов РПЦ. Вот что Томас Животворящий делает. В УПЦ-МП начали пока робко, но называть Россию страной-агрессором. Не жаль Кремлю для детей Украины и химии. По случаю выборов Украине, он готов лишить удовольствия детей Сирии дышать продукцией химической промышленности РФ. Так что химическая атака на Донбассе будет. Лошадки Лаврова с 5 декабря уже готовят под нее информационный задел. «Она должна будет показать всему миру кровожадность хунты Порошенко и загнать его рейтинг в отрицательные числа на фоне голубей, воркующих о том, что они готовы договориться о мире хоть с чертом лысым», как сказал актер Зеленский, позаимствовав этот образ у российского политолога Александра Кынева. «Граждане-кандидаты, если лидер 95-го квартала не способен на выдумку, то кто ему пишет слова и чей он слуга?» В Кремле логично понимают, что масштабная активация боевых действий скажется на умонастроениях и повлияет на голосование, но не знают, как все пройдет и как повлияет. Если ЧВК Кремля просто пойдут в наступление в Донецкой области и получат по голове от ВСУ, то для Порошенко, как главнокомандующего, это плюс в рейтинг. Он, можно сказать, пять лет это готовил. Но сам наступление во время выборов не начнет, по той же причине, что нет гарантий и неизбежны потери. Рисковать взвешенный Порошенко не будет, не в его это характере. Только после выборов, и то парламентских, если вновь станет президентом. То есть не в этом году. Разведка Басурина ошиблась минимум на год. У Кремля есть огромный соблазн самому пойти в наступление, чтобы добить рейтинг Порошенко и наиграть рейтинг Голубки Тимошенко, который обещает собрать очень расширенный будапештский формат и поговорить. Но после провала в Солсбери, атаки буксиров Керчи с пробоиной в собственном борту, сбитого Ил-Сирии и Боинга МХ-17, кремлевских мучают сомнение, что доблестное войско Шойгу опять может что-нибудь начудить. Второе большое сомнение Кремля. Маленькое успешное наступление под Донецком может перерасти в оборону Ростова и закончиться распадом РФ. Вот этого в Кремле хотят отнюдь не все. Желающие распустить, наконец, империю там есть, но веского консенсуса в Кремле вроде как пока нет. Поэтому версию «неудачное наступление» как катализатор распуска империи еще рано рассматривать. В этой ситуации имитация от имени ВСУ Химатаки позволяет снять Кремлю многие из проблем. Прежде всего получить желаемый информационный эффект, не сдвигая линии фронта и не подвергая себя риску, что она сдвинется не в ту сторону. Погибших может быть много, особенно гражданского населения. Но в загрязненную химии зону ВСУ точно не зайдет. Для полноты картины в этом районе могут устроить и большую перестрелку, чтобы заодно посмотреть, что новенького из вооружения появилось у ВСУ, и проверить свое. Есть и подходящее место. Горловка. Горловка окружена с трех сторон, и ее оборона все больше становится сложной и теряет смысл. Особенно на фоне подъема шахтных вод до отметки 400 метров, как передали разведке ВСУ горловские шахтеры-подпольщики. По их оценкам, шахтные воды в 2019 году могут выйти на 200 метров и начать смешиваться с нижним слоем подпочвенных. Это чревато тем, что пить местную воду будет нельзя. Наверняка никто не знает, можно или нельзя, поскольку таких масштабных экспериментов нигде, кроме горловки, вроде как не устраивали. Так как оккупанты откачку воды из шахт возобновить не хотят, то ее подъем – процесс уже неизбежный. Сидеть почти в окружении и без воды – удовольствие ниже среднего, а сдать горловку непрестижно для чести мундира и бонус для Порошенко, если это произойдет до дня голосования. Российским оккупантам очень удобно залить горловку химией, уйти и забыть о ней, заодно убив уйму зайцев на украинских выборах. Горловка имеет все шансы стать второй чернобыльской зоной. Населения в ней осталось как раз достаточно для показательной химатаки, и за пять лет на передке она наелась рус-кагомира вдоволь. Так что у оккупантов особых причин – щадить его нет. В экономическом аспекте Горловка тоже убитый город. Шахты стали давно, стирол закрыт, и россияне с 2015-го тянут амякопровод на Тамань, где строят ему замену. Память о стироле усилит эффект от химатаки. В такой ситуации имитация химической атаки ВСУ в Горловке для Кремля – вопрос почти решенный. Остается только определиться, устроить ее в первом туре выборов или лучше для надежности подождать второго. Мидерев и Басурин, ссылаясь друг на друга за это время, как раз наговорят нужный для нее фон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok